Хорея Гентингтона – это наследственное, медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, характеризующееся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями и психическими нарушениями. Болезнь Гентингтона названа в честь Джорджа Гентингтона, американского врача, подробно описавшего это заболевание в 1872 году, а также его отца и деда, которые наблюдали за семьями старых переселенцев из деревни Истхэмптон, расположенный на острове Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Болезнь Гентингтона известна со средних веков как пляска Святого Вита. Святой Вит был историческим персонажем и жил на Сицилии. Этот христианин был замучен римлянами в 303 году во времена гонений на христиан, развернутых императором Диоклетианом. А спустя тысячу лет его имя стало ассоциироваться с пляской, когда по неизвестным причинам распространилось по вере, что всякий, кто спляшет перед статуей Святого Вита в его день, 15 июня, получит заряд бодрости на весь год. Тысячи людей толпились вокруг статуи Святого в этот день, и их пляски нередко носили весьма экспансивный и эмоциональный характер. Симптомы болезни развиваются постепенно, начинаясь, как правило, в возрасте от 35 до 40 лет. На ранних стадиях происходят небольшие изменения личности, интеллектуальных способностей и физических навыков. Постепенно появляются патологические движения. Они включают в себя хорею, миоклонические судороги и псевдотики. Деменция и психические нарушения, например, депрессия, апатия, раздражительность, асоциальное поведение, биполярные и шизофреноподобные расстройства могут развиваться как до, так и одновременно с двигательными нарушениями. Типичными проявлениями в разгар болезни являются причудливая кукольная походка, гримасничание, неспособность сознательно быстро двигать глазами, не мигая и не кивая головой, неспособность доводить целенаправленные движения до конца, например, при попытке высунуть язык или сделать хватательное движение. В ряде случаев наблюдались гиперкинезы в руках в виде быстрого сгибания и разгибания пальцев, в ногах в виде поочередного скрещивания и разведения ног в сторону. По мере течения заболевания у человека могут наблюдаться и другие изменения, такие как снижение аппетита, потеря массы тела, снижение самооценки, нарушение сексуального влечения, а также недержание мочи и стула. Болезнь передается по наследству. В семье, где один из родителей несет такую мутацию, каждый из потомков может получить ее с вероятностью 50%. Наследование не зависит от пола носителя. Частота встречаемости заболевания среди населения с европейскими корнями составляет примерно до 7 случаев на 100 тысяч населения. Для других народов – один к миллионам. Генхария Гентингтона кодирует белок гентингтин, функция которого до конца не выяснена. Однако известно, что аномальный белок токсичен для нейронов головного мозга, что и обуславливает постепенную атрофию мозговых структур. Происходит поражение полосатого тела, основная функция которого – планирование и коррекция движений и нарушения в этой области провоцируют симптомы заболевания. Диагностика болезни Гентингтона основывается на характерных для заболевания симптомах и при наличии семейного анамнеза подтверждается генетическим тестированием. Болезнь Гентингтона неизлечима, но существует лечение, способное лишь облегчить некоторые симптомы. Пациенты проходят лечение у невролога. С момента появления первых симптомов продолжительность жизни составляет около 15-20 лет. Смерть обычно происходит не из-за болезни Гентингтона, а из-за сопутствующих ей осложнений, включая пневмонию, заболевания сердца и травмы. Часто больные совершают суицид. Пациентам, у которых есть родственники первой степени родства с болезнью Гентингтона, особенно женщинам детородного возраста и мужчинам, планирующим иметь детей, необходимо генетическое консультирование и тестирование. А пока на этом все. Будьте здоровы! Всем пока!